Ну, Ленские Золотые Приски были очень, можно сказать, удачными для нашего народа, расположены в бассейне реки Лена. Это Алёкма и Витим. Это, получается, естественная транспортная артерия. И торговым агентам золотопромышленников, особенно Лензолото, было очень удобно именно покупать продукцию, съестную продукцию, например, мясо, которое наши предки выращивали. Скотоводы же они были все-таки. Исторически так сложилось. И получается, они обратили свой взор именно к нашим предкам. Они стали закупать у них продукцию, которую якуты могли производить. Это именно мясо-молочная продукция. Ну, и рыбная продукция, получается. У нас Лена богата рыбой. И вот так сложилось, что с середины 19 века Ленско-золотопромышленные предприятия, получается. И его торговые агенты, особенно Лензолото, стали активно торговать. Ну, якуты до этого, они, как можно сказать, середина 19 века включились в процесс извоза. Это когда с Алёкмы до Витима, они перевозили товары со складов на именно прииски. И потом они уже сами включились в доставку товаров на их базы. Это Мачинская резиденция и Витим. На реке Витим-Витим была резиденция. И на Мачи крупная резиденция. Это была Мача. И на Алёкме. Вот Мачинская резиденция называлась. Главное, артерия использована была речная, да? Да, речная артерия. Сначала, получается, наши купцы привозили так называемые суденушки были, речные шитики и паузки назывались. Ну, это был такой грибной либо парусный транспорт речной, на которых обычно перевозили товары. Это с севера перевозили обычно, это бивни, меха. А теперь стали использовать именно вот на перевозке валёк на Эбитим золотопромышленника. Ну, со временем, получается, по мере становления торговли золотопромышленники решили профинансировать пароходство на реке Лена. Доставили вот первый пароход Тихон-Задонский. И со временем, к началу 20 века уже было восемь пароходов и примерно 18 барж. Вот, получается, уже торговля появилась. Рынок сбыта у якутов появился в своей продукции. До этого, можно сказать, мясо наше активно никуда не поставлялось, мясо-молочные продукции и рыба. Теперь уже появился рынок сбыта. Появился речной транспорт. Это пароходство. Благодаря вот именно тоже приискам. В этом я уверен. Потому что зачем вообще вот пароходы нужны были здесь? С какой целью, если именно не эта цель? Это торговля с нашим регионом получается, с нашей якутской областью. Как вам счет предпринимательской жилки среди населения? Ну, якуты, они очень здорово проникли в идею торговли с приисками. Они поняли выгода, какая может быть. Это практически с самого начала появления этих приисков, якуты активно стали интересоваться вообще самими приисками. Сначала они там работали. Вообще вот за торговлю с приисками наши предприимчивые купцы якуты получали огромные деньги. В архивных источниках, в самого бухгалтерских документах Лензолота, Лензолотом наше творчество, записаны огромные суммы. Например, мясо 50 тысяч рублей поставляли наши купцы. Лесные материалы. Те же самые легендарные наши купцы Кушнарёв, ее династия Кушнарёвых. Они тоже торговали мясом и рыбой. Тоже на рыбе делали огромные деньги. И вообще вот тех, кто побывал на приисках якутов, менялось, можно сказать, мировоззрение. Появлялась вот такая предпринимательская жилка, можно сказать. Они видели новые технологии на приисках. Это паровые двигатели, железную дорогу, паровозы видели, электростанции видели. Тогда уже электростанции были на этих приисках. Драгу видели. Огромные драга, которые переломали руду для добычи золота. И вот современник писал наших памятной книжки, вот я увидел, источник нашей памятной книжки Якутской области. Он писал, что якуты, у них побывавших на приисках менялось мировоззрение, у них кругозор менялся. Они не могли сидеть уже в Якутии, они постоянно туда ездили, либо извозом занимались, либо торговлей. Вот. Ну еще вот я забыл сказать, самое главное, это благодаря вот приискам, торговле именно прииском, у нас начало развиваться сельское хозяйство. Якуты, которые доселе не были заинтересованы вообще в развитии сельского хозяйства, они вот с кого-то вот этим я занимаюсь, у меня есть мясо и молоко, которые мне дают пропитание. А теперь можно было извлечь выгоду от того, что я могу заняться выращиванием хлеба, тоже картошки. Можно это было все продавать на прииски и на этом тоже делать деньги. И якуты активно включились в этот процесс и к концу 19 века, можно сказать, стали практически земледельцами, одновременно скотоводами и земледельцами. Владельцами вообще с самого начала, там можно сказать не владельцы, а были старатели. Было товарищество старателей, купцов, которые финансировали добычу золота. Это 1846 года активно началось. А в 1873 году многие купцы, они были, как можно сказать, одиночки, старатели и у них скапливались определенные долги. И все эти долги стал скупать Гинсбург. Один был банкир, он уже был с Санкт-Петербурга, можно сказать. Активно стал скупать их долги и в итоге он, скупив все их долги, создал, получается, предприятие Ленское золотоморомышленное товарищество. Вкратце Ленс золото, потом уже было названо. Это было в 1873 году создано, а в 1908 году его предприятие слилось с другими золотодобытчиками, в котором были акционеры иностранцы, в основном англичане. И была создана компания Лена Голфилдс Компани, международная уже компания, в котором, ну, его акции, конечно, сохранились, его доли, его семьи. И вот он тогда уже умер, его сын уже, там от его семьи был представителем. И эта Лена Голфилдс, она практически добывала золото на апрельсиках до 1929 года. Это уже при советской власти. В советской власти было разрешено добыча золота иностранной компании. А среди акционеров Саха были, да? Я насчет акционеров еще не изучил вопрос, но я знаю, что было предприятие старателей среди этих добытчиков, Донской называлась компания, я еще не изучил это предприятие, но вполне возможно считаю, что один из многих был ягод, наш Саха купец. Ленский золотый приз, 19-е годы. Бу, лёхмега, бетимгі везген. Хақалар, 19-е годы, артутуттан, гербе, уе годы, андрекалбе, хақа эти приз, көнігітті, таргусе кінанныр, эти атылан, балык атылан, мас атылан. Андрекалбе, хақа тоқте, декабе. Байбуд, элблеқ урбанит бар болып медсинат. Баїц不, ахалар бүт біреп мәленichen oruba конеч Q шасталбе қалар бары, бабы, андрекал oлаханар бары на 18-00 монеці на твою раю. Б soit ты охран家 или enter of 19-е годы истебиттый көркіру күрдіск ел Lastly, Особенности не был икон, но на 30-м день он был более эффект, поэтому он был пришел на байанная социальная работа. Он был только в конце 50-м день. Но если он был искренне, то есть 2 команды, как город Ягутске, мёрдия. Но один патриархи был в 1713 сгл. Он был в порядке северным пароходом. Он был в порядке северным товаром. Именно пароходом был в контракте. Это был лензооттарул хаджер. Это я не знаю, что я не знаю. В таким моменте, например, это современный мир, домашенный уровень, универсальный уровень, но это дело в том, что там универсальный уровень, что происходит в этой той же молодости. Это нужно изучать и изучать данные проекты. Это очень важно. Так, список торговых доходов доходов. 1 сезон доходов 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 доходов. Комендарь быстрее даже доходов. Би-Ха-Чушелы, Корнилово, Габышево, Один-Соууэннен бағырып. Урбани-Чушелы. Вот, ини бартын, мен хайым интерьерген көрю, изжачайды. Мы нахуру ех, бұнады, алыпты уны. Мақтал Максим Семенович. Мақтал Максим Семенович.